Космический револьвер ТОС-81 «Марс». К концу 1970-х годов космос стал близок, как никогда. За одно десятилетие запусков космических аппаратов было столько, сколько не было, да и не будет и после. И советскому руководству стало окончательно понятно, что состоящий на вооружении советских космонавтов пистолет Макарова не в полной мере отвечает предъявляемым космонавтами требованиями. Да, старый добрый ПМ сгодится для самообороны, но при приземлении где-нибудь в тайге, как произошло в 1965 году, для полного обеспечения выживания, то есть, в том числе и для охоты, ПМ явно не подходит. В числе первых обозначил проблему легендарный Леонов, который обратился на Тульский оружейный завод с предложением разработать многофункциональное оружие для космонавтов. И здесь к работе подключился еще один легендарный человек – Александр Борисович Жух. Стоит отметить, что еще задолго до этого, после ознакомления с конструкцией шпиличных револьверов, Александр Борисович в инициативном порядке создал эскизный проект револьвера с нижним расположением ствола, соответственно, предполагалось введение огня из нижней коморы. Таким образом, Александр Борисович намеревался снизить влияние опрокидывающего момента в момент выстрела путем уменьшения длины рычага. Такое решение в конце 1970-х годов, пусть и не было новым, достаточно вспомнить спортивный пистолет МЦ-3 Рекорд, но как минимум необычным. Сегодня общая тенденция в разработке короткоствольного оружия направлена на снижение оси ствола, и револьверы подобной компоновки, например, отечественный Айог-906 Носорог или итальянский Чапа Райноу, не выглядят диковинками. Группу конструкторов, работавших над револьвером, получившим название Марс, возглавил Коровяков, кроме того, в конструкторский коллектив вошли Боев, Сабинин и Прокопенко. После переработки набросков Александра Борисовича, внесения коррективов Леоновым, в 1981 году был изготовлен опытный образец металля, получивший обозначение ТОС-81. С технической точки зрения ТОС-81 Марс представляет собой револьвер с разъемной рамкой. Помимо упомянутой выше конструктивной особенности в виде ствола, размещенного в нижней части рамки, стоит отметить еще одну деталь. Ствол и барабан в сумме представляют собой почти 100% длины оружия, максимально эффективно используя ограниченные габариты. Длина ствола 250 мм при общей длине 350 мм. Для перезаряжения ТОС-81 переламывается по образцу револьверов Смит Весен, открывая казенную часть барабана. Рычаг фиксации расположен на левой стороне оружия, перед барабаном. Храповик барабана с целью снижения длины оружия. Расположен не в задней части, как в подавляющем большинстве револьверов, а в передней. Питание патронами осуществляется от барабана емкостью 5 патронов. Каждая комора барабана промаркирована соответствующей цифрой и метками, ощутимыми тактильно. Ударно-спусковой механизм ударникового типа, только двойного действия. Ручной предохранитель размещен на левой стороне рукоятки позади спускового крючка. Прицельные приспособления открыты простейшего типа. В конструкции предусмотрен складной штык-нож, расположенный над стволом, и отъемный приклад, причем трубка приклада может быть раздвинута, для использования в качестве радиоантенны, а сам передатчик размещен в плечевом упоре. Для ношения был предложен единственный вариант, на наплечном ремне с креплением на съемные антабки. Единственный опытный экземпляр был создан под патрон 5,45 на 39 мм. Однако для большей универсальности предполагалось комплектовать Марс сменным стволом и барабаном под патрон калибра 410. Впрочем, космонавты сделали выбор в пользу трехствольного пистолета ТП-82, по вполне понятным причинам, среди которых. Простота конструкции, сравнимая с обычным охотничьим ружьем. Простота эксплуатации, нет необходимости смены ствола и барабана для замены калибра. Большая распространенность патрона 32-го калибра, нежели 410 на территории СССР. Большая универсальность пистолета ТП-82, благодаря наличию приклада Мачете. Единственный изготовленный космический револьвер ТОС-81 Марс был передан в Тульский Государственный музей.